Сегодня в честь престольного праздника Успенская церковь распахнула свои двери для прихожан. Службы здесь пока проходят нерегулярно. На праздничном богослужении в храме побывала и наш корреспондент Инна Шейнина. Троицкий храм Ильинка, Успенская церковь. Вместе они составляют ансамбль посадских храмов, выстроенный в камне в XVIII веке. Церкви находятся под Соборной горой, недалеко от Нары, и украшают серпухов. Ильинская церковь, единственная в городе, оставалась действующей в советское время. Сегодня здесь прошла праздничная литургия в честь Успения Пресвятой Богородицы. А сразу после нее прихожане отправились в соседний храм – Успенский. Он был закрыт в 1930 году и разорен. Возвращение церкви произошло в 1999. Храм построен из красного кирпича с белой отделкой. Внутри расписан евангельскими сюжетами и фигурами святителей в полный рост. Слава Богу, что сегодня было много людей, которым посчастливилось в этот день побывать в храме, на богослужении, увидеть его внутреннее убранство. И, конечно, наша главная задача и мечта, чтобы в храме начались регулярные богослужения. Старые фрески Успенского храма были восстановлены 20 лет назад. Они органично вплелись в новые композиции. Один из реставраторов, выполнявших эту работу, присутствует на праздничной службе. Мы делали киоты, которые сейчас висят у алтаря. Вот и выносные кресты, и иконы. В общем, приходилось здесь поработать. Здесь еще в трапезной нужно росписи восстанавливать. Так храм, в принципе, готов, но осталось трапезной. Необходимые для богослужения атрибуты были восстановлены в храме совсем недавно. Престол, иконы, киоты отреставрировали ступени. В настоящий момент в храме нет отопления, поэтому службы здесь проходят нерегулярно. На будущий год весной планируется восстановить еженедельные богослужения. По средам в 16 часов здесь будут совершаться молебны перед иконой Божьей Матери Покрова. Очень хорошо, очень хорошо. Вы видите, сколько людей не вошло даже. Легко, я свободно отстояла. Я первый раз попала в том году, просто тоже пришла на службу и попала в этот храм. А в этом году привела сына показать этот храм. Ну, чувство просто непередаваемое. Храм очень красиво сделан. Еще, правда, не полностью, но все равно чувство, что что-то новое для себя открыл. Храм очень красивый, вы же сами видели, да, там такая красота, такое благолепие. И очень хочется, чтобы он начинал уже служить полную силу, чтобы здесь была литургия, чтобы мы могли причащаться к святых даров. Вот, это наше огромное желание. Вот, с праздником вас всех, и с пением. Хочется, чтобы служба, вот, постоянно, чтобы постоянно шла молитва, постоянно совершалась литургия. Мы за это молимся и на это надеемся. Богослужение завершилось крестным ходом вокруг Успенской церкви. В небе над храмом, несмотря на ясную погоду, можно было увидеть небольшой кусочек радуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова